Музыка Я прошу прощения у своего зрителя за двухнедельное отсутствие. Во-первых, был в отъезде, занимался съемками. Во-вторых, были презентации в разных городах моей книги, записки странствующего армянина. В-третьих, попал в неприятности. Мы сегодня немного поговорим об азербайджанских фамилиях, чтобы ряд оппонентов армянских могли им отвечать, когда они попрекают, я имею в виду азербайджанцы, попрекают армян азербайджанскими или тюркскими фамилиями. А то, как погляжу, выскочек много на дебаты с ними, а в голове 0,6. И получается диалог барана с ослом. Но прежде, прежде чем начать эту тему, хочу сказать о том, как прошел истекший месяц. На презентациях у меня часто спрашивают, бывают ли неприятности, когда вы ездите в самые опасные, скажем так, регионы мира, страны мира. Я отвечаю, что нет, такого не бывало. Слава Богу. И в Бангладеш, и в Афганистане, и в Пакистане, и в Сомали, и в Судане всегда все проходит гладко, нормально, везде живут нормальные люди. Это СМИ порой ими страшит, не более. И вот случились неприятности. Причем сразу две. Причем в самых безопасных странах, где не ждешь опасности. Это же, конечно же, Армения и Литва. Обе страны в лидерах по безопасности. Армения в первом десятке расположилась между Гонконгом и Японией. Литва во втором десятке из 195 стран мира. А случилось так, что в Армении после презентации меня обокрали. В гостевом доме, где я находился, украли 700 долларов. Благо, хоть 100 долларов успел отдать одной семье беженцев. А в Литве мало того, что разбился телефон на камеру, которую я все время снимаю, чаще всего, так еще тоже хотели стащить мой этот самый разбитый телефон. Благо, я вовремя спохватился и схватил за руку пьяного литовца в Вильнюсе, что залез мне в карман. Что касается ситуации в Армении, подозрения падают на одного алжирца, который жил в соседней со мной комнате и недавно освободившийся из мест не столь отдаленных за кражу в ереванском магазине. Но он всего лишь подозревается. Правду знает только Бог и тот, кто украл, конечно же. Неприятность же заключается в том, что это была вся выручка за книги, представленные на ереванской презентации. Кстати, предлагаю посмотреть небольшой сюжет оттуда, а потом двинемся по нашей теме азербайджанские фамилии. Такова вот ереванская публика. В Питере был переаншлаг, в Москве был аншлаг. Ну, похвалите нас чуть-чуть. Похвалю после, если будет за что. Будет, будет. Все, поехали. Друзья, привет. Мы организуем презентацию книги Вадима Арутюнова. Записки странствующего армянина. Нас ждет путешествие в 36 стран. Чего нам ждать? Самые уникальные рассказы. Все, что я расскажу, вы не вычитаете нигде абсолютно. Кто будет читать эту книгу для себя, откроют. Это ряд вопросов, на которых они не находили ответы. Я сделал так, чтобы это было удобно читать и тем, кто не любит читать, и тем, кто обожает. Встречаем Вадима. Дал себе слово посетить все Армении, которые только есть на земле. И последнюю Армению я посетил в этом году. Это моя была 12-я Армения. На Филиппинах, где я стал их почетным жителем. Кстати говоря, они мне на следующий день по ошибке принесли уже к варплану. Мне хотелось поделиться с тем, что я увидел и услышал. Почему бы не рассказать о местных армянах, которые там живут? Ну, я и рассказал. И после этого пошел поеду. Спасибо огромное Вадиму Арудженову. Провел замечательную презентацию, очень живая. Вы сыграли большую роль в моей жизни. Но мы от вашей ролики почти сначала, я, ну, только всю армянство, изучил это все. И со временем стал руководителем Армянской общины. Все было прекрасно. Сам Вадим заслуживает очень большого внимания и уважения. Было очень интересно окунуться в путешествие. Я себя прочувствовала вот в каждом этом уголке, о котором рассказывал Вадим. Не думал, что будет столько людей. По-моему, даже там в конце еще и стояли люди. Публика была такая щадящая, без всяких провоцирующих вопросов, как обычно. Мы-то собираемся обговорить мою книгу, а публике хочется какого-то экшена. Конечно. Экшена не случилось. Ждем вас. Ну, пригласите, еще, конечно, приду. Пригласим, придете. До встречи, друзья. Было потрясающе. Пока. Вот так у нас бывает на презентациях. Весело, интересно и душевно. Вы тоже можете организовать у себя в городе презентацию моей книги, написав на адрес vodarsobakamail.ru Это имеется в описании, видео внизу. Также можете заказать книгу, пройдя по ссылке там же в описании. Если вы смотрите, конечно же, в YouTube. Высылаем как по России эти книги, так и по другим странам. Ну, а те, которые уже приобрели эти книги, уже даже прочли, мне было бы интересно узнать ваши отзывы, отклики. Напишите, пожалуйста, их либо в комментариях под выпуском, либо же отправив свой текст, отзывы мне на электронный адрес. И напомню еще раз, очередная презентация в Ереване состоится, планируется, во всяком случае, состояться 30 июня 2024 года. То есть, вот уже меньше месяца осталось. Теперь азербайджанские фамилии. Кстати, вы когда-нибудь слышали о таком явлении, как азербайджанские фамилии? Нет, о том, что они имеются у представителей этого народа, никто и не спорит. Но само понятие азербайджанские фамилии, этого как раз нет. Даже если заглянуть в работу ученого-анамаста и лингвиста Бориса Унбегауна «Русские фамилии», книга издавалась в Оксфорде, в Лондоне в 1972 году, то кроме русских фамилий, фамилий других народов, имеется глава армянские фамилии, за которой следует глава грузинские фамилии. А вот об азербайджанских Унбегаун, крупнейший ученый с мировым именем, ничего не пишет. Есть глава тюркские фамилии, в котором ученый просто присовокупил всех их вместе взятых. Но нет отдельной главы азербайджанские фамилии. А все потому, что нет такого явления в науке аномастика. Этот народ познал фамилии только в первой половине XX века. Вот о них и поговорим. Армянским фамилиям я посвятил целых два выпуска. Пришлось о них говорить после того, как в Азербайджане начали бить себя в грудь и говорить, что армяне носят азербайджанские фамилии. Они это и сейчас делают, иначе бы я и не записывал этот выпуск. И не важно, что корни эти так называемых азербайджанских фамилий вовсе не азербайджанские. Главное, что у них есть похожести. Но повторяться не буду. По армянским фамилиям можете пройтись сами, если посмотрите о них мои выпуски. Просто вбейте в окне ютуба антитопор фамилии, или там антитопор армянские фамилии, или фамилии бесфамильных, что-то такое. Ну, главное, вот два таких главных слова. Антитопор фамилии, и все. Там все вам покажет. А сегодня поговорим исключительно о фамилиях, которые носят азербайджанцы. Мы разберем их корни, поговорим об истоках. Поэтому, думаю, этот выпуск будет интересен и азербайджанцам в том числе. У меня только факты. И эти факты может проверить каждый из вас в независимых источниках. Итак, начнем. Когда мы говорим об их фамилиях, первое, что приходит в голову, это распространенная пятерка. Мамедов, Алиев, Агаев, Кулиев, Дадашев. Примечательно, что из этой пятерки нет не только ничего азербайджанского, но и вообще тюркского. Мамедов, Маммедов, как они говорят, от арабского имени пророка Мохаммед. Азербайджанцы сократили его имя до Мамеда. Плюс славянское окончание Ов. Получилось Мамедов. Алиев от арабского имени Али. Это двоюродный брат и зять пророка. Четвертый халиф и первый имам шиитов. Опять ничего азербайджанского. Плюс снова славянское окончание Ев. Алиев. Агаев от персидского Ага. Титул знати плюс, опять же, славянское окончание Ев. Кулиев от Кули. По-персидски Раб, Амбал. Плюс снова это самое славянское Ев. Дадашев, опять же, от персидского Дадаш, близкий друг, брат. Плюс это самое Ов. Так что тут азербайджанского? Мы можем привести целый список самых популярных фамилий, которые носят современные азербайджанцы. Ну, практически 98% из них будут арабо-иранского происхождения. И славянским хвостиком. В отличие, кстати говоря, от армянских фамилий. Хвостиком тех, кто наделил их фамилии. То есть славян. Или же Заде в переводе с иранских языков Зода сын отрок. Это даже не тюркского происхождения, а индоевропейского, иранского. Арабские корни имеют такие фамилии, как Ахмедов, Ибрагимов, Кадыров, Джалилов, Вагабов, Гафаров, Джафаров. Кстати говоря, Гафаров и Джафаров это одна и та же фамилия арабского происхождения, лишь написание разной транскрипции. Велиев, Керимов, Меджидов, Рагимов, Салихов, Сафаров, Яхьяев. Это все арабского происхождения. Практически они, если брать первую десятку азербайджанских фамилий, и вот эти фамилии в самый раз, вместе с той пятеркой. Далее иранские корни. Уджавадова, Кабалова, Ахундова, Рашидова, Азизова, Ниязова. Ну и так далее. Это все иранские корни. Есть, конечно, общетюркские фамилии. Как он пишет. Не азербайджанские конкретно, а общетюркские. Типа Асланова, Демирджиева, Гельдиева, Дурдыева. И только самая малость, всего лишь 2% исключительно полуазербайджанского происхождения. Вроде Аллахвердиева, Худавердиева, Бакиханова, ну и прочее. И после всего этого, некоторые из азербайджанских кругов говорят, что армяне носят азербайджанские фамилии. Как армяне могут носить азербайджанские фамилии, если, а, у самих азербайджанцев фамилии-то появились только в 20 веке. Б. Фамилиями их наделили славяне, потому что В. У армян фамилии появились за столетия раньше, до азербайджанцев. Да? И, наконец, Г. Четвертое. Если я в алфавитном порядке не сбился, то у самих азербайджанцев-то нет особо-то корней у фамилии, и нет особо корней азербайджанского происхождения. Так как у армян они могут быть. Два выпуска у меня были посвящены армянским фамилиям, как я говорил. Посмотрите их, попробуйте опровергнуть, и если будете готовы к этому, обещаю, с меня большой подарок будет. Кстати, я как-то сказал, что свою книгу я продаю, но азербайджанцам вышлю бесплатно. 14 человек обратились, 12 я выслал. Двое не выслали свой адрес, поэтому я и не смог им выслать. Но из тех 12, кому выслал я посылки, 3 вернулись назад, так как фальшивый был адрес. А 9 посылок от меня получено адресатами. Жаль, что никто в обратку не написал мне спасибо. Ни Мамедов, ни Агаев, ни Тагиев, никто. Но, впрочем, не думаю, что они и книгу-то дочитают те, кому Россия в свое время подарила фамилии, наделила, скажем так, фамилиями и посадила за парты. Как говаривали 30-е годы, превратим Азербайджан в сплошную грамотность. До новых встреч.